Городскому округу Щелково уже два с половиной года, а концептуального документа, как он должен развиваться, до сегодняшнего дня не было. Генплан развития округа не был утвержден Советом депутатов, и работать приходилось по документам уже не существующего Щелковского муниципального района. К вопросу принятия генплана Совет подошел на очередном 35-м заседании, предварительно заручившись рекомендацией профильной комиссии. Заседание было открытым, и в нем смогли принять участие представители инициативных групп жителей. При этом все санитарные требования, связанные с антиковидными ограничениями, соблюдались. Представил генплан Станислав Положенцев, человек, как никто, знающий градостроительную политику Щелково за многие годы. Он поблагодарил разработчиков, главный областной проектный институт НИПИ градостроительства, и подчеркнул, что абсолютно все процедуры обсуждения генплана были соблюдены. А у жителей округа было время, чтобы детально ознакомиться и внести свои предложения. Уже с октября 2019 года, ровно фактически два года тому назад, были начаты публичные слушания. После прохождения публичных слушаний было проведено 84 встречи с жителями каждого населенного пункта. Были рассмотрены эти материалы с участием специалистов, во-первых, администрации, которая поручена, ну, это работа, которая ее возглавила, ну и с нашими специалистами. Значит, по проекту генплана было зарегистрировано более 2774 участников слушаний, и при этом поступило 26826 предложений. Все эти десятки тысяч предложений неравнодушных жителей были сгруппированы по темам и получили заключение специалистов. Тут стоит напомнить, в частности, что мусороперерабатывающий завод, против которого поднялись в свое время жители Фрянова, исключили из генплана еще на этапе обсуждения. 4803 было против новых мест захоронения, что, собственно, было учтено у материала генплана. Значит, 706 против масштабной добычи песка и разработки карьеров, и 3587 – это против зон планируемых автодорог регионального значения. Это как раз те коридоры и зоны, которые, как бы, демонизировали людей, не давали им спокойно жить, потому что, попадая в зону, они не могут ни продать, ни оформить, ничего. Сегодня сужены все эти коридоры, и из населенных пунктов это все, как говорится, вынесено. Проект генплана прошел все необходимые согласования в органах местной и центральной власти. Он рассчитан на 20 лет. За это время должны быть построены 17 новых больниц и поликлиник, 20 школ, 40 детских садов. Но все это будет включено в программы развития и получит финансирование, только если в муниципалитете будет легитимный генплан. В зале, с учетом участвующих по видеоконференц-связи, присутствовали 17 депутатов. Большинством голосов за генплан они показали, что поддерживают развитие округа. Ставлю на голосование о принятии генерального плана городского повышенного в целом. Прошу голосовать. Кто за? Артемов за. Спасибо. Прошу опустить. Против. Выдержавшиеся. Решение принято. Событие, конечно, очень значимое для городского округа, для всех жителей. Как многие отмечали, работа по совершенствованию генплана не останавливается с его принятием. В частности, некоторое количество инициатив жителей были поданы уже вне установленной процедуры обсуждения. Но и они без внимания не останутся. Он будет дорабатываться. В этом-то и его смысл. Но он теперь уже как легитимный инструмент. Теперь у нас правовое русло будет другое. Нам будет проще и легче решать совместно с администрацией. И люди только потом скажут спасибо. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Ирина Максимов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.